ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В 2024 году в России могут появиться новые, а также увеличится существующие штрафы за нарушение ПДД. Об этом сообщило Министерство транспорта. Например, планируется вернуть наказание за превышение средней скорости движения. Штраф за отсутствие ОСАГО хотят поднять до 5000 рублей. Причем незастрахованные автомобили начнут выявлять с помощью дорожных камер. На 30 тысяч придется раскошелиться пользователям электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, если их уличат в нетрезвом вождении, либо если они откажутся от прохождения освидетельствования. ТРАССА 101 Автоваз в ближайшее время начнет производить Лада Веста с автоматической коробкой передач. Что это будет за трансмиссия, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что в Тольятти возьмутся на вооружение вариатор китайской компании Ван Ли Янг. Что касается Лады Гранта, то ей тоже хотят вернуть автомат, однако о том, когда это может произойти, не сообщается. В выходящем году, добавлю, Волжский автозавод несколько раз поднимал цены на свои модели. Очередное подорожание, в том числе базовых версий, произойдет после Нового года. ТРАССА 101 Концерн «Алмаз-Антей» представил прототип компактного электромобиля «Эль-Тайп». Каркас машины изготовлен из стальных труб, на которые крепятся композитные панели. Электромотор расположен на задней оси. Его питает тяговая батарея, состоящая из шести модулей. Их можно оперативно менять. Запас хода заявлен на уровне 180 километров. Предполагаемые сферы использования «Эль-Тайп», службы доставки и каршеринг. Серийный выпуск электрокара может начаться в 2024 году. ТРАССА 101 Сортовали продажи среднеразмерного кроссовера «Баик-Х7», который выпускается в Калининграде. Модель предлагается в единственной комплектации за 3 миллиона 100 тысяч рублей. Под капотом у нее находится полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 180 лошадей. Он работает в паре с роботом. Привод только передний. Объем багажника почти 500 литров. В перечне оборудования значатся светодиодная оптика, цифровая приборная панель, мультимедиа с 12-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, панорамная крыша и так далее. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА 101». До свидания. ТРАССА 101